Отгородившись от внешнего мира высоким забором с массивными воротами, производители кустарного топлива наивно полагали, что смогут незаметно и безнаказанно заниматься незаконным ремеслом. И все бы у них складывалось удачно, если бы не маленький топографический нюанс. За бетонным ограждением участка располагался нефтеперерабатывающий завод. Такое соседство до поры до времени являлось неплохой маскировкой. Тайное стало явным после того, как сотрудники службы безопасности ТНК-БП решили выяснить причину подозрительной ночной активности на стоянке, прилегающей к пустырю. С наступлением сумерек к воротам выстраивались целые караваны бензовозов. Естественно, на территорию специалистов ТНК не пустили, а вот с сотрудниками УБЭП этот номер не прошел. В ходе проведения оперативно-профилактической операции ГСМ в УБЭП ГУД по Саратовской области поступила информация о том, что в непосредственной близости с саратовским нефтеперерабатывающим заводом ТНК-БП группой лиц незаконно осуществляется переработка углеводородного сырья. В результате проведения УРМ с территории Мини-НПЗ изъято и передано на ответственное хранение около 40 тонн жидкости с запахом нефтепродуктов. Образцы нефтесырья и нефтепродуктов направлены на исследование. На сравнительно небольшом участке располагалось шесть вкопанных в землю железнодорожных цистерн, опутанных трубами. Неподалеку коптила самодельная печка-буржуйка. Разогретое нефтяное сырье поступало в специальную юмкость. После довольно нехитрых технологических приемов и действий готовый продукт закачивался в три цистерны. Качество товара, конечно, оставляло желать лучшего. Но как на легальном предприятии у теневых дельцов была своя лаборатория, где тестировались новые образцы продукции. Впрочем, в кабинете химии какой-нибудь общеобразовательной школы оборудование для опытов будет куда серьезнее, чем в данной конторе. Кстати, сотрудники мини-завода для проведения смелых научных опытов с нефтью не имели должной квалификации. Соответственно, документов на право заниматься производством топлива они тоже не имели. И потому не предоставили проверяющим. Правда, на второй день проверки собственники территории все же предъявили какую-то наскоро состряпанную петицию. Но подобные бумаги оправданием для незаконной деятельности, как правило, не являются. Отдельный пункт техника безопасности. Ведро, багор, топорик и ящик с песком. Владельцы мини-завода посчитали, что этого вполне достаточно. У каждой цистерны стояло по два огнетушителя. Видимо, для самоуспокоения. Учитывая то, что в емкостях хранилось 70 тонн нефти и 60 тонн топлива, несколько огнетушителей, аргумент довольно слабый. Прямо скажем, никакой. Проводится проверка на предмет наличия в действиях руководителей предприятия признаков преступления, предусмотренных статьей 171 УК РФ «Незаконная предпринимательская деятельность». Денис Желтов, Игорь Старилов. Специально для информагентства «Версия Саратов».